Половина лета уже прошла. День знаний наступит скоро. Пора бы уже подготовить образовательные организации к учебному процессу. Например, рядом со школой номер 6 муниципалы уже положили новый асфальт. Также мы заметили новый забор. Но наводить уют начали не просто так. Недавно в школу нагрянули активисты Общероссийского народного фронта. Они выявили серьезные нарушения. Асфальтовая дорожка, как капля в море, за ограждением. Во дворе многочисленные ямы и кочки. Деревья буквально обнимают электрические провода и уже готовы рухнуть при сильном порыве ветра. Хорошо, что сразу после визита общественников глубокий колодец закрыли. Был проход, такой очень опасный, с открытым колодцем на стройку и сгоревшее здание. После посещения Общероссийского народного фронта на следующий день там уже было все закрыто и стоял забор. Также общественники недовольны расположением пешеходного перехода. Так вышло, что «Зебра» ведет прямиком на парковку, что неудобно ли пешеходов. Активисты выступают за ее перенос примерно на 10 метров в сторону. Остальные ульяновские школы также находятся под присмотром Народного фронта. Общероссийский народный фронт ежегодно проводит традиционную акцию «Дорога в школу». Эта акция связана с тем, что представители Общероссийского народного фронта, эксперты, активисты проверяют именно, как наши дети входят в школу. Эта акция стала традиционной уже несколько лет. И в этом году у нас уже был проведен мониторинг. Мы попроверили 35 школ. Основные нарушения – это отсутствие ограждений, стихийные мусорки и несоблюдение паспортов безопасности. То есть во многих учреждениях есть сквозные проходы, не соответствующие нормативам. Также в некоторых школах нет рамок металлоискателей. Замечания вносятся в дорожную карту и передаются муниципальным службам. По словам начальника городского управления образования, фронтовики ощутимо помогают справляться с проблемами. Светлана Куликова перечислила задачи, которые еще предстоит выполнить. У нас на сегодняшний день еще отсутствуют светофоры Т-7 в 9, около 9 организаций. Отсутствуют искусственные дорожные неровности около 10 организаций. Отсутствуют пешеходные ограждения около 13 организаций. И еще недостаточное освещение над пешеходным переходом около 6 организаций. Это буквально прямо в центре города. 5, 6, 49, 51, Братаевская и Мариинская гимназии. На облагораживание и обеспечение безопасности на школьных территориях нужны деньги. В городском управлении образования уже формируют бюджет на следующий год.